Ребят, в общем, произошел полный сейчас капец, все перевернулось с ног на уши, мы начали снимать социальный ролик, то есть уже реально на протяжении, наверное, часов четырех это делали, и тут просто все перевернулось. Как вы думаете, кого мы нашли? Мы нашли бомжа Серегу, и сейчас мы едем к нему. Для тех, кто не знает, кто такой бомж Серега, это человек, которого мы встретили на кормежке, он был во всяком рванье, он был весь грязный, он был пьяненький, ну то есть как бы человек, который жил на крыше и так далее. Потом мы его отмыли, одели, закодировали, все, ну как бы все по красоте, но потом произошел у нас конфликт, то есть мы предложили ему работу, а он просто хотел денег. Он говорил, что я стану там великим, у меня все получится, но мне надо деньги, и работать мне не хочется. Не знаю, что сейчас, может быть, что-то изменилось, но сейчас, в общем, смотрите ролик, скажем так, это был привет из будущего, вот смотрите, с чего все началось и как так вышло. И сегодня мы попробуем выяснить, что же содержится у человека без определенного места жительства. Естественно, мы не можем прийти с пустыми руками, поэтому сейчас мы купим им еды. Я сам смотрю новости, я сам смотрю всевозможные выпуски, я смотрю истории ребят в инстаграме, и многие показывают панику в магазинах, пустые полки и так далее. Кстати, смешно, да, мы оказались на полке совсем не пустой, на самом деле далеко не во всех магазинах так. Вот, а сейчас мы соберем пакеты, черный чай, возьмем пару пакетов. Вот, к сожалению, кстати, даже вот в маленьких магазинах гречки уже нет. Естественно, прежде чем ехать, мы связывались с волонтерами, естественно, я спрашивал, что нужно взять. Они попросили взять приправы какие-то, потому что все-таки постные там макароны кушать не очень вкусно. Сладкое даже я люблю. Кстати, вот эти конфетки, они правда. Ну и все-таки весна, авитаминоз, все дела, наберем мандаринок еще. Получилось у нас пять мячков на 2000 с чем-то там небольшим. Ну, а по большому счету, вот эти продукты, они помогут прожить людям еще лишний день. Ну, сейчас узнаем уже на месте, сколько именно. Друзья, я знаю, что многие из вас делают ставки. Ну и поэтому я решил порекомендовать вам один интересный сайт, на котором я уже, в принципе, больше года играю. Это компания OneWin. На этом сайте самые высокие коэффициенты и самые быстрые выплаты без каких-либо скрытых комиссий. На сайте OneWin моментальная регистрация, и при этом, если вы зарегистрируетесь по моей ссылочке и введете мой промокод BOMBER, вы получите 200% на первый депозит. То есть, если ты закинешь всего лишь 100 рублей, то у тебя на счету станет 300. Вот это ништяк. Ну, а сейчас я сам попробую поиграть и покажу вам, что из этого выйдет. Ну что же, попробуем поиграть на футбол. Итак, Премьер Лига, например, я вижу высокий коэффициент. Мы нажимаем. Давайте поставим 10 тысяч рублей. Возможный выиграл с 36500. Ваша ставка успешно принята. Ну что же, ждем результатов игры. А ссылочку для тебя я оставлю в закрепленном комментарии, так же, как промокод BOMBER. Переходи и играй. Это, конечно, все хорошо, но вот сейчас вот мы едем, и я вот думаю, а вот реально, а на кой хер им работать, на кой хер им что-то вот стараться. Ну ведь, ну, не, как бы я понимаю, что единицы вылазят. Ну, а зачем, если, если люди, вот волонтеры, да, которые реально там им пожрать дают, там какие-то приюты делают, одежду им дают, и при этом, ну как бы, ладно, окей, вот то, куда мы сейчас едем... Да, заткнете все. Да, заткнете все. Наведи, Зёд. Ой, дуё, блядь. Сейчас чуть контент не сняли, как девчонку шик. И вот, на кой хрен им работать? Ладно, вот то место, куда мы едем, то есть они их, по-моему, если я не ошибаюсь, два раза в неделю они их кормят. Но при этом есть еще другие волонтерские организации, которые в другие дни их кормят, и по большому счету, как бы, покушать всегда есть. Ну, как бы, хоть что-то, но дают постоянно. Опять же, вот они попрошайничают на улицах, то есть им тоже пожрать дают. И, ну, как бы это все некрасиво не звучало, все-таки чаще мне хочется помочь животным, серьезно. Все-таки животные не виноваты. Люди больше дебилы, блядь, в том, что люди плодят там, не стерилизуют своих животных, и поэтому они плодятся и так далее. То есть попадают в эти приюты. А, как правило, именно люди, которые остались без денег, без жилья и так далее, ну, как правило, 80, а то и 90 процентов, это люди, которые сами в этом виноваты, блин, на 100 процентов. Ну, а вообще, что нового, хорошего? Да, ну, нового, хорошего пока ничего. А вообще, да, а вообще живу. Ну, пить пьешь, нет, сейчас? Нет. Не пьешь? Нет, я в центре сейчас. А, ты в центре? Ты сейчас занят, нет? По рекламу ходим, расклеиваем. Да, ага. Слушай, давай минут через 30, скажи, куда подъехать, я подъеду с тобой, пообщаемся немножко. Так, минут через 30. Ну, или давай я освобожусь, и я тебе наберу, ты просто, главное, телефон никуда не зевай, будь на связи. И я как освобожусь, я наберу, скажешь, где будешь, я подскочу. Ладно, хорошо. Да. Охренеть, ребят. Это, честно, это просто, это, я не знаю, что это за стечение обстоятельств. Чтобы вы понимали, мы пришли в пункт милосердия, это называется здесь, то есть здесь кормят людей таких. Вот, и при этом, получается, мы никого не застали, потому что сегодня кормежка достаточно быстро прошла. И тут как бы просто нам говорят, что, ой, а сегодня, говорит, Бобля, здорово. Здорово. И нам говорят, типа, о, да, сегодня там так, ну, естественно, они знают, кто я. И нам говорят, сегодня, говорит, Серега был. И просто я такой, блин, Серега был, я там начинаю узнавать, узнавать, в итоге, короче, получаю его номер. И созваниваюсь с Серегой. Вот просто вот как могли так сложиться обстоятельства, что мы созваниваемся с Серегой. Я не знаю, вот вы как считаете, может быть, действительно стоит дать ему шанс? Я ему сейчас ничего не буду говорить, мы сейчас просто именно поговорим с ним, а решать уже вам, ребят. Пишите в комментариях, сейчас вот появилась такая штучка, да, вот, подсказка. И там вы можете голосовать, дать Сереге шанс или нет. И если вы все-таки за, то, может быть, правда ему, блин? Ну, по голосу он не бухой. Говорит, что ходит объявление, расклеивает. Может быть, действительно он что-то осознал, и тем более, блин, говорит не бухая. В общем, сейчас встретимся с ним, поговорим, и тогда сделаем с вами одно общее решение. Шумно здесь. Ну что, рассказывай, как жить здорово. Ну что, нормально все, что. Жив здорово. Ну, бухлом вроде не пахнет. Нет. Это хорошо. Может, и выглядишь, в принципе. Отлично. Женечки до сих пор, да, таскаешься? Нет, нет. Другие уже, новые купил. Конечно. Вот так вот. Вот. Ну, а сейчас вообще, где живешь? Просто вопросов, на самом деле, море. Может, сам, давай, давай, сам, вот у тебя есть 15 минут хотя бы? А, да. Давай сам, вот, вот с момента, как мы потерялись с тобой, прям рассказывай, что пошло, почему потерялся, почему забухал, так далее. На самом деле, как бы, все подписчики знают, то есть, была основная обида. Причем все очень расстроились, потому что все слили видео, где ты пьяный. Вот, все ее увидели, все посмотрели, все сказали, фу, блин, мы так верили в него, надеялись. Рассказывай ты теперь. Ну, вот, того момента, как мы расстались, я жил в Старике, снимал комнату в общаге, работал, потом в один... А кем работал? И на стройке, и переездами занимались мы тоже. Все. Потом, да, сорвался, забухал. А почему сорвался, почему забухал? Ну, так, как обычно, какой-то там, нервоз или еще что-то. Ну, а забухал ты, получается, через сколько? Где-то, наверное, месяца через три, наверное. Я не пил вообще ни капли. Ну, а как вот, то есть, я просто помню, тетка говорила, что забухаешь, помрешь. Но ты бухал, и как бы, и я вот смотрю, и живой стоит. Нет, 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 я четыре дня в больнице лежал на Баныкино, сосуды лопнули. От пьянки? Ну, от капсулы, наверное. Ну, да, да. Возможно, да. Потом ушел в социальную гостиницу жить. А почему, если ты уже квартиру снимал? Ну, там вот, как раз вот. А, то есть, по синьке все просто цел. Да, да, да. А сколько времени бухал? Ну, наверное, около месяца, наверное. Вот, ушел в гостиницу там всю зиму жить. Потом ушел из гостиницы, но куда идти? Ну, вот, я пошел в центр, старик. Сейчас, получается, ты опять в центре живешь, вот, но не пьешь при этом, работаешь на центр. Дядьки, я тебе, смотри, сразу скажу, вот, ну, как бы, чтобы не было, да, каких-то розовых очков и облаков, в этот раз мы не будем тебе снимать квартиру, в этот раз мы не будем тратить на тебя деньги, но в этот раз, вот, сейчас, как бы, ну, мы, как сам видишь, как сам понимаешь, да, я тебя не предупреждал, мы снимаем ролик. Тут, как бы, во-первых, ну, от зрителя зависит, и, естественно, от меня тоже. Я для себя решил, что я деньги не хочу тратить на тебя, потому что первый раз, как бы, ну, я посчитаю, что они ушли в никуда. Вот, но я при этом готов, допустим, поспособствовать тебе с работой. То есть, ну, может быть, там, найти какую-то работу, элементарно даже устроить, устроить, потому что в прошлый раз, когда тебе предложили, ты сказал, мне нахер надо, типа, за 25 тысяч, пятидневка, каждый день утром вставать, вечером приходить. Изменилось ли что-то у тебя в голове, или ты, как бы, до сих пор так же хочешь, ну, проще тебе, типа, жить в соцприюте, и, там, спокойно, как бы, работать, что они тебе говорят делать? Нет, нет, вот, по поводу этой работы, которую вы предлагали, я уже очень много раз и пожалел об этом. Там уже сел так, подумал, да, туда и привезут на работу, и увезут, и там, все чисто, аккуратно. Я об этом уже много раз и думал, и уже много раз пожалел. Ну, а сейчас вот ты бы хотел изменить что-то? Или сейчас ты, в принципе, живешь, как бы, ну, живу и живу, и комфортно, и так далее? Ну, а что я сейчас, сейчас я тут тупо существую, работаю, не знаю, на кого, что делать. Сейчас, то есть, мы можем просто обратиться и сказать, что, допустим, если у тебя есть какая-то работа, например, да, для Сереги, при этом, ну, как бы, сам видишь, что человек работящий, человек старается, пытается, как бы, ну, можешь написать просто это, что так и сяк, работа есть. Немножко сменили место локации, машину попросили убрать. То есть, грубо говоря, вот сейчас вот человек напишет, что у меня есть работа. Ну, опять же, если не напишет, в принципе, я сам готов немножко потрудиться, да, там, найти тебе какую-то работу. Ну, первое время, я же понимаю, что ты можешь так же в приюте жить, ходить на работу, на обычную работу, правильно? Нет, там дается на проживание два месяца. И это раз в год. Ну, то есть, допустим, если сейчас ты пойдешь на работу для того, чтобы заработать себе денег на ту же самую комнату, тебя выгонят оттуда или как? А если им денег дать? Нет. Так, ну, хорошо, я думаю, что этот вопрос решаем. Что, опять комнату что-то снимать? Ну, ты просто смотри, ты сам скажи. Я просто вот, не знаю, ты стоишь как-то, ну, вроде типа и так хорошо, и так пойдет. Ты вот скажи, как бы ты сам хотел? Ну, ты же сам понимаешь, на самом деле в наших руках много. За нами идут люди, и люди, в принципе, они и в прошлый раз тебе помогали. И я думаю, что в этот раз, как бы, если они увидят тебя, если они увидят искренность, если они увидят желание, я думаю, что у всех все-таки есть, наверное, шанс. Я хер его знает. Хотя, честно, я, я честно говорю, я особо не верю в шанс. В данный момент, что мне нужно, это первая работа, и чтобы на эту работу откуда-то ехать и куда-то с работы возвращаться, в той, где жить. Ну, смотри, Серег, я тебе так скажу, вот просто вот я даже могу отойти в сторону, ты остаешься наедине с камерой, просто вот у тебя есть минута, просто вот люди, вот просто скажи им, что бы ты хотел сказать, и, как бы, грубо говоря, мы уже общими усилиями решим, как дальше быть и что делать. И, как бы, тут, ну, я думаю, что всего два варианта, либо помочь, либо не помочь, либо, как бы, дальше Серега пусть варится. Так что, вот, твое слово, говори. Ну, все мы, наверное, в жизни ошибаемся, да? Мне вот тоже помогли люди, а я подумал, что я смогу сам все сделать. То есть, могу сам наладить жизнь свою. А вот не получилось. Сорвался. И опять надо все начинать сначала. Как-то выкарабкаться. И, конечно, те, кто верил в меня, как-то, ну, сейчас, тоже и на душе, и на сердце, как-то, неприятная ситуация, что люди верили в меня. А я вот так вот поступил, сглупил, сорвался. Вот как-то так. Что? Ну, я думаю, ребят, вы, в принципе, услышали. Я сегодня многократно высказывал свою точку зрения, что я думаю, что я чувствую. Серега сказал, что он сейчас думает, о чем он думает. По большому счету, я думаю, зависит от вас. Вы как бы сами знаете, что делать. Я повторюсь, конечно, там лайки, да, которые помогут, комментарии, которые выведут это видео, там, ближе к трендам, да, чтобы там та же самая реклама вышла, чтобы нас снова увидели, чтобы там были лишние деньги для помощи. Но пишите свое мнение, пишите в комментариях. То, что вы думаете, это реально важно, потому что именно сейчас вы будете решать дальнейшую судьбу. По большому счету, я могу сказать от себя, я готов снова рискнуть и снять квартиру. Я готов устроить Серегу на работу. Ну, естественно, квартиру я сниму только лишь после того, как Серега начнет работать, там, первый и второй день выйдет на работу. Вот. Ну, а дальше уже будем смотреть, будем думать, будем развиваться и двигаться. В общем, решать вам, ребят. Думайте головой. Давайте, пока.